Привет-привет, добро пожаловать в Клуб Романтики. Сегодня у нас седьмая серия Рождённая Луной. Мия помогает поймать убийцы, наконец, может больше ничего не бояться. Опасность позади. Но надолго ли? Слушай, ну интригует, согласись. Очень интересно, что сейчас у нас будет седьмой серии, а если ты хочешь, чтобы Клуб Романтики и, собственно, Рождённая Луной выходила как можно чаще, обязательно поддержи лайком это видео. Поехали, давай играть дальше. Я прикупила немножечко кристаллов, потому что я понимаю, что у нас тут есть очень такие вот интересные выборы. Ну, кристаллы, эти бриллианты, камушки, в общем, неважно. О-о-о, опасность позади. Слушай, ну вот мы, как всегда, начинаем с чего-то ужасного и страшного. Так, кажется, превращение вампира у меня в кармане. Вот чёрт. Теперь ты от меня не убежишь. Так, я вангую, сейчас кое-кто появится и, скорее всего, наваляет. Мия попятилась и уперлась в стену спиной. Что же делать? Убедить её идти по-хорошему, попытаться выведать у него сведения. Так, а давай попытаемся выведать. Ну, интересно же. Зачем ты это делаешь? Как и всё, ради обращения. А сама-то ты в клуб вампиров потанцевать пришла? Уж точно не служить им. Стыдешь меня. Только наплевать мне на мораль, когда речь идёт о вечной жизни. Твои хозяева удостоили тебя честь и хотя бы знать их имена. Не сомневайся. Как же их зовут? Думаешь, ты умная? Хочешь узнать мне их имена? Как в глупом кино, где злодей много болтает, а не убивают героя сразу, да? Смешно, ведь ты действительно сейчас умрёшь. Прежде чем тебя убить, я твоё личико подправлю. Человек взмахнул ножом. Но в следующий миг сбоку что-то мелькнуло, и он полетел на землю. Ну, я была права, да ты что, ну конечно. Мия, тебя можно хоть на минуту оставить одну? Это хозяин дома, где был маскарад. Виктор наклонился над человеком. Твоё имя? Фредерик. Если хочешь жить, отвечай с умом, Фредерик. Где твой хозяин? Я не знаю, клянусь. Значит, ты бесполезен для меня. Виктор взял Фредерика за горло. Глаза у того расширились от ужаса. Не надо, пожа! Фредерик захрипел и умолк. Мия, иди к машине. Мы с Фредериком ещё немного поговорим. Виктор его убьёт. Меня бы Фредерик не пожалел, но заслужил ли он смерти? А давай разрешим. Ну, я же говорила, я хочу иногда какие-то нестандартные для себя выборы делать. Он сам выбрал эту участь, когда стал служить убийцам. Мия отвернулась и пошла прочь. Она не хотела думать о том, что сейчас произойдет за ее спиной. А не факт, что он убьет его, поэтому... Но совесть заставила обернуться. Три точки. Виктор пристально смотрел Фредерику в глаза. Если бы не Виктор, Фредерик убил бы меня без колебаний. Мия решительно зашагала к машине. Ну, я надеюсь, что она его не убьет. Он же... Они же типа всех кушают этих самых... животных. Через несколько минут подошел Виктор. Что? Что? Голос девушки дрогнул. Что ты с ним сделал? Виктор не смотрел мне в глаза. Больше ты его не увидишь. Они сели в машину. Я забрал у Фредерика телефон, на который ему звонили его хозяева. Но история звонков удалена, номеров нет в памяти. Очень странно. Не находишь? Думаю, это значит, что эти вампиры очень осторожны. Ладно, поехали. А может быть, они его... Они знали, чем это все закончится? Мне что-то подсказывает. Ты всю дорогу молчал. О чем ты думал? О наших следующих действиях и... 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 Виктор внимательно посмотрел на девушку. Громковатая игра временами. Ну-ка. И неважно. У-ху! Филин подлетел к Мие, сел на плечо и прижался мягкими перьями к ее щеке. Ой, чего это он? Не знаю, замерз, может? Он же полярный. У-ху! Может, голодный? Птица смешно покрутила голову и перелетела на стол. Птичка, наверное, просто голодная. Поздороваться хотел. Воспитанный. На тебя похож. Отлично. Надеюсь, только этим. Глаза тоже... Эм... Выразительные. Троиточие от Филина. Так какой план? Говорю по порядку. Первое. Итан Вуд решил, что тебе можно доверять. Просто посмотрев на меня? Ему много лет, он проницателен. Ну, ладно. Второе. Патрик упомянул бар, где бывает вампир, которого он назвал отморозком. Молодой, не уважает наши порядки, традиции, опасен. И у него на руке тату. Это вампирский бар? Просто бар. Но я поеду все равно один, это третье. До утра еще есть время. Может, что-то узнаю. А ты жди здесь, корми свое животное. И следи, чтобы оно не поцарапало когтями мебель. Это все? Почти. Помнишь парочку в черной и красной масках? Конечно, таких забудешь. Это им служил Фредерик. Я, в общем-то, и не удивлена. А ты помнишь тату на руке того парня? Ой, как же я раньше не поняла. Тебя хотят убить те же, кто совершает нападение на улицы города. Если не найду их через бар, попробую еще покопаться в телефоне Фредерика. Виктор положил добытый телефон на стол и уехал. Мия, накормив друга из приюта, села работать над статьей. Вот это повороты. Хотя, ну, странно, что она их вообще не подозревала. Особенно вот эту бабену. С кем поведешься? Эх, перешла на ночной образ жизни. Дело шло быстрее. Уведенная в клубе вампиров вдохновила Мию на интересные образы. Главное, чтобы нам за это не влетело. Уже утро, по-моему. К утру статья была почти готова. Кажется, получается хорошо. А это подъехал Виктор? Ну-ка. У дома остановилась машина и хлопнула дверца. Потом вторая. Третья. Виктор не один? С ним ноль и Дастин? У-ху. Филин сорвался с места и улетел вглубь дома. О-оу. В следующую секунду... КРЯСТЬ! Дверь распахнулась, замок и щепки полетели в разные стороны. В дом вошли трое. Фредерик! Какого черта я должен искать тебя по всему городу? А это кто у нас тут? Ну, привет. Давно не виделись. Я так понимаю, что они следили, наверное, за телефоном. Мия бросилась вслед за питомцем, но не сделала трех шагов, как ее схватили за волосы. О-оу. Плохо дело. Хватит. Побегали. Из его рук было не вырваться. А можно я ее? Дом проверь. Вампирша была недовольна, но промолчала и пошла осматривать другие комнаты. Не паниковать, они не знают, что правда о их нападениях уже раскрыто. Вам не нужно меня убивать. Я не раскрою тайну вампиров. Вампир с тату подошел к столу и взял телефон. А где хозяин этого телефона? Я не знаю, что с ним стало. Забавно. Фредерик дело не сделал, но девчонку нас все же вывел. Билли, так что с ней делать? Я что-то ничего не понимаю. Как это что? Ну то, что и собирались. Не, а зачем волосовать свой маленький носик в чужие дела? Послушайте. Я не знаю. Хозяина ждите. Ждите хозяина, его зовут Виктор. Зачем ждать, Билли? Погоди-ка. Солнце скоро взойдет. Билли подошел к ми и взял за подбородок. Хозяин дома убил моего Фредерика. Возможно, я не знаю, действительно. Но ты его видела. Мой друг задал вопрос. Видела. Этой ночью у клуба вкус ночи. И что произошло у клуба? Виктор о чем-то с ним говорил. Что ты крутишь? Говори все, иначе я с тобой так развлекусь. Будешь умолять тебя прикончить. Молчать нельзя, этот шутить не станет. О чем они говорили? Виктор спрашивал про какие-то ночные нападения. Черт, значит на нас вышли. Упс, надо было придумать. Больше никого. Эй, а че такие лица? У нас появилась небольшая проблема. Похоже, другие вампиры знают, кто стоит за ночным нападением. То есть веселиться больше нельзя? У тебя одно на уме отмроженное. Заткнись, Дэйв. Стелла, малыш. Да придется немного поскучать. На нас будут злиться из-за каких-то людей? Да, князь Вуд будет чуть-чуть недоволен. Потерпи немного, пока все не уляжется. Зая, а ты ничего не придумаешь? Нет, но это не дол... Надол, не надол. В дверном проеме появился Дастин. В следующий миг он уже был рядом. Бум! Дэйв, державший Мию, отлетел к стене. Девушка упала на пол. Один против троих? В героя поиграть захотел. Билли и Стелла стали обходить Дастина с двух сторон. Прямо перед ними уже стоял Дэйв. Ты должно быть Виктор. Нет, я Виктор. Виктор появился за спиной Билли, видимо попав в дом через черный ход. Вампиры прыгнули друг на друга одновременно. Мия, закрыв голову руками, выскочила из дома. Мамочки! На улице было уже светло. Солнце взошло! Виктор, солнце! Свет падал на стены и окна дома, и, вероятно, мог проникать внутрь. Вампиры уязвимы под солнцем. Но пока они оставались в тени. Из дома доносился грохот и звон. Бедная квартира! Бедный дом! Так, Мия осторожно приблизилась к окну. Вампиры внутри двигались так быстро, что движения их размывались и не фиксировались зрением. Печалечка! Ррррр! Опасная какая! Виктор сзади! Дзинь! Через окно, окруженный ярким сверканием осколков, вылетел Билли. Ой, божечки. Дом жалко. Мия еле успела отвернуться от битого стекла. Билли упал на землю и покатился. Солнце светит прямо на него. Татуированный вампир тяжело поднялся на четвереньки. Он уязвим сейчас. Чтобы принять решение у девушки было всего несколько мгновений. Надо хоть как-то помочь. Найти чем ударить. Давай начнем. Найдем. Тут же должно хоть что-то быть. Мия бросилась в сторону и схватила одно из кресел. Размахнувшись, девушка с разбега ударила им Билли. Ах, черт! Он успел встать на ноги и удар получился не очень сильным. Кресло развалилось в руках у Мии и остался острый обломок деревянного каркаса. Как же хочется тебя убить, ты даже не представляешь! Вампир пошел на девушку, уверенный в своем превосходстве. Это тебе за Меган! Мия прыгнула вперед, вонзая острую деревушку в грудь Билли. Три точки. Хорошая реакция. Вампир удивленно посмотрел на девушку, пошатнулся и завалился на спину. В доме стояла тишина. О-оу. Мия, ты точно в порядке? Да, не беспокойся. Мия, даже при свете солнца драться с вампирами опасно. Я же справилась. Да уж, не хуже нас. С твоей помощью обезвредили всех троих. Главное было вывести из игры здоровяка. Вывести из игры? Не скромничай, ты ему голову чуть не оторвал. Дастин сидел подальше от окон, прячась от солнца. На свету без сознания связанные лежали Билли и Стелла. Дэйв рядом, но он связан не был. Ну и подруга у тебя, Вик. Не начинай, Дастин. Почему же я, похоже, вампира убил? Ради девчонки, которая решила поведать миру историю о моем брате. Мне это не очень нравится. Охоту на нее начали до того, как она написала статью. Перестаньте. Дастин, ты сказал, что один мертв? Только один? У двоих нет серьезных ран. В темноте сразу очнутся. А третий? Такая травма головы может даже вампира убить. Он указал на бритого здоровяка. Не то, чтобы мне его жаль. Он мне этой головой стекло в машине разбил. Тем не менее, он вампир. Что все скажут? Что ты неплохой боец. Не, не до шуток. А могут быть проблемы? За убийство вампира? Учитывая, что я на него напал и не защищался? Конечно, могут. Как у них там все сложно. Но он же ворвался сюда. А до этого напал на тебя в машине. Вообще-то на тебя. Все это придется объяснить. Так, нужно попытаться спасти этого Дэйва. Мне жаль, что так получилось. Но, наверное, лучше спасти, потому что если там вдруг какой-то суд или еще какая-то хренатень будет. Лучше потратим сейчас кристаллы. В темноте у вампиров происходит регенерация? Ну, так давайте перенесем его в темноту. Уверена? Он чуть не убил тебя. Не хочу, чтобы из-за меня у вас были дополнительные сложности. И так они проблемы со мной. Мия сглотнула. Если он выживет, что его ждет? Не знаю. Всех трои будут судить. Не думаю, что он сможет когда-нибудь еще тебе угрожать. Тогда надо попробовать. Пусть его судят. Если он все же выживет. Дастин, бери его за руки, спустим в подвал. Мия оставалась одна, думая о том, правильно ли они поступают. Я думаю, что правильно. Дэйв убил Меган и еще нескольких человек. Но если оставить его умирать, то намного ли лучше будем мы сами? Да не, просто товарищ, дружок может попасться. Через пять минут братья вернулись. В любом случае, я не думаю, что у Итана Вуда будут к нам претензии. Мы остановили вампиров, ставивших под угрозу общую тайну. Если так посмотреть на ситуацию, то выходит, что Вуд вообще наш должник. Только не говори это ему. Мия только сейчас до конца поняла, как близка была смерть. Ну а теперь, кажется, все наладится. Как вышло, что вы появились вдвоем? Вик позвонил, попросил составить ему компанию в поисках. Мы вышли из бара, когда уже светало, и я решил переждать день здесь. Вот мы вместе приехали. Но эти отморозки откуда здесь залезь? Хороший вопрос. Если я все правильно поняла, он отследил телефон Фредерика. Какой еще телефон? Ну вот тот его. Мия рассказала о встрече с Фредериком. Телефон еще у вас? Он может пригодиться, когда будем объясняться перед Вудом. Среди царившего хаоса телефон пришлось искать довольно долго. Наконец Виктор поднял с пола куски черного пластика. Плохо дело. Нашел. Но он разбит. Черт с ним. Какой план? Мия, можешь вернуться в колледж? Теперь это безопасно. А мы доставим эту компанию во вкус ночи. И я свяжусь с тобой позже. Прошелестели крылья, и в комнату влетел Филин. Уху! Описав круг под потолком, он сел на подоконник, как видев Билла и Стеллу. Уху! Прилетел на каминную полку. Уху! Это еще кто? Долгая история. Мия его заберет с собой. Турдом какой-то. О да, у нас хоть клетка-то есть? Наждая же быть клетка. Мия вошла в комнату общежития. Кажется, опасность позади. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу, конечно, переодеться. Но это какой-то ужас. Мы ходим в платье везде. Во-первых, я бы хотела, может быть, волосы как-то убрать. То мы все время ходим. Короткие волосы с хвостиком. Совсем короткие я, конечно, не хочу. Я просто хочу видеть свою татуировку. Так, может быть, вот... Слушай, а у нас вот те розовые... Не, ну тут какая-то я как распатланная. Блин, вот эти прикольные, сиреневые. Может быть, с такими походить. Хотя нет. Что у нас в Европе? Нет, типа лица мы менять точно не будем. Татуху, понимаешь, не видно. Давай вот такие вишневые волосы и возьмем. Хотя бы сейчас Пандеру видно. Ну и, наверное, нужно переодеться. Рубашка и шорты. Платье с сарафан, футляр. Джинсы и жакет. Вот, ну в этих джинсах мы уже ходили. Курточка и джинсы. Можно, кстати, в курточке и джинсах походить. Подожди, а давай вот такой вот вариант выберем. Готово. Вот, мне кажется, нормально. Волосы немножко себе отстригла. Кажется, опасность позади. Меня больше не будут преследовать убийцы. Мэган ответит. А убийцы Мэган ответят по заслугам. Далее мысли были прерваны неунывающей Тришей. Так, кто это у нас такой милый? Уху. А глазищи-то какие. Да вот, поживет пока у нас. Почему пока? Пусть не совсем остается. Вот в ком я могу всегда быть уверена. Триша всегда поддержит. Так откуда зверь? Знакомый попросил приютить на какое-то время. Знакомый? Уже не с ним ли ты пропадала последнее время? Очень интересно, с кем ты тратила деньги среди ночи? А ведь я ничего и не могу сказать. Правда, слишком невероятно. Вампиров придется держать в секрете даже от Триши. Парень, который не таким хорошим, это интересует даже если... А, ну скажем ладно, что хороший парень. Отношения с таким это чересчур экзотично. Это как встречаться с инопланетянином. Ты что? Это же прикольно. Встречаться с кем-то потому что прикольно? Идея года. У тебя может быть из-за этого проблемы с парнями? Да ну тебя. Что с парнем-то не так? Просто он из другого мира. Я не могу так думать. Виктор спас мне жизнь. Ладно, не хочешь говорить, не будем. Но тебе станет легче, если поплакать с подруги. Уж я-то знаю. Если соберусь, то сразу к тебе. Других подушек для слез у меня нет. Ты же знаешь. Ну да, знаю. Все эти события последних дней. Тед, потом Меган. Мне срочно нужно восстановить душевное равновесие. Ну и что предлагаешь? Что-нибудь старое, романтическое, с актером-красавчиком. Залезем с ногами на кровать, включим ноутбук, обложимся вкусностями. Хорошо, а что смотрим? Интервью с вампиром? Только не это. Хватит с меня вампиров. На маскараде насмотрелась. Ну, тогда выбирай ты. Что ж. О, красотку пусть посмотрят. Супер. Хоть там на настоящего мужчину посмотрим. Я включаю, а ты готовь еду. Так подожди, только же день там, куда? Надо хотя бы вечера дождаться. Для просмотра фильма нам подойдет... Вот тут, кстати, можно выбрать что-то попроще. Виноград, орешки. А, тут платить ни за что не нужно. Виноград, орешки. Давай виноград возьмем? Поехали. Вот что я поем с удовольствием. Слушай, я бы тоже сейчас от винограда не отказалась. Патруги сели смотреть фильм. У героев картины развивались непростые, но романтические отношения. В жизни с романтикой все было иначе. С парнями обеих девушек, как обычно, было все сложно. Ах, вот бы найти того, кто будет тебя всегда понимать. Сильного, преданного, красавца. Куда будет ставить... А куда будете ставить коня? Коня? Ну да, белого такого. На каких принцы ездят? Ха. Не, пропавших лошадьми эллим рыцарей ставим в средних веках. Белый спорткар меня вполне устроит. Ничего себе запросы. Насмешила. Все-таки мне кажется, ты какая-то напряженная. Да я нормальная, не бери в голову. Тогда у меня идея. Раз с парнями не везет, сами устроим для себя вечер романтики. В смысле? Ну смотри, хорошее кино уже есть. Романтические ужины снеков, конечно, не очень, но... Можно зажечь свечи и потанцевать. В титрах будет классный саундтрек. Ну не знаю, если тебе хочется... Хочется. Тебе нужно отлечься. Ох, ну свечи-то лишние, день же. Пусть будут, они романтические. Тогда зажги эти, как они называются. Королевская сладость, тайный лес, эротическая мантра, 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 тра-та-та, восточные пряности. Давай сладость королевскую. Что-то нежное? Хорошо. Фильм закончился, и Триша потянула подругу за руку. Вставай. О-о-о, чувствую, сейчас девочки тут развлекутся. Девушки начали танец. На душе у Мии стало легко, и мысли улетучились. Улыбаясь, Триша порывисто обняла Мию. Так здорово, что ты есть. Это так важно для меня иметь кого-то, с кем вот так спокойно и просто. Мамочки, знаешь, Триш, я тоже сейчас думала о спокойствии. Я вижу, как тебе непросто. Не размыкая объятия, подруги продолжили покачиваться в такт музыки. Руки Тришу скользнули чуть ниже таллинии. Ого, что-то Триша увлеклась романтикой. А давай из Триши попробуем. А чё нет? Хе-хе, аромат свечи дурманил. Свечей. От близости чужого тела пульс стал частым-частым. На фоне окна волосы Триши будто приобрели золотистое сияние. Как легко солнце сделали брюнетку рыженькой. Это красиво. Так, лучше просто помолчим пока что. Молча мы будем такие стесняшки. Триша нежно линула к Мии, уже свободно скользя руками по телу. Поясница, ниже, затем живот. О-о-о. У Мии участилось дыхание. Три точки, сказала Триша. Ещё движение в танце, и Триша сильно выгнула Мию назад, крепко прижав её бёдра к своим. Три точки, сказала Мия. Ласковая ладонь заскользила от живота Мии вверх, через ложбинку груди, ключицы к шее. Триша притянула Мию и коснулась её губ своими. Какая она мягкая и чуткая. Мия обняла подругу за шею. Губы шёлковые и чуть сладкие от помады. Очертания предметов вокруг смазались, и звуки стали глуше. Мия расслабилась, отдаваясь нежности. Казалось, комната слегка кружится. Пальцы девушек стали смелее. М-м-м, жадные объятия и нежность переплелись. Три точки, сказала Триша. Три точки, ответила Мия. Музыка закончилась, и с ней поцелуй. Тишина немного отрезвела. Обнявшись, улыбаясь, подруги смотрели друг на друга. Волшебная дымка желания, туманившая разум обеих, рассеялась. В смысле рассеялась? Подожди. К лучшему, что музыка закончилась. Неизвестно, к чему бы это привело. Хотя, Триша чудесно целуется. Стены и мебель вновь обрели четкие контуры. Вот это действительно романтический вечер. Да какой вечер, вон там день за окном. День, о. Какая разница, ключевое слово романтический. Надо будет повторить. Ну, как скажешь. Триша лукаво подмигнула. Специально подберу плейлист подлиннее. О, Триш. Пока подруга выбирала еду и отгоняла от нее филина, Мия легла на кровать и провалилась в сон. Вот это девчонки зажигают. Мия проснулась, когда за окном уже стемнело. Мы смотрели с Тришей фильм, танцевали, а потом... Как-то все само закрутилось. И это было так, необычно. Думаю, мы не единственные подруги, у которых есть... Такой опыт. Мия потянулась и встала. А где наша подружка-то? Чем она занимается? Триша лежала на своей кровати, листая какой-то журнал. Выспалась? Да, спасибо. Подруги тепло посмотрели друг на друга. Хи-хи. Да уж. Все хорошо? Конечно, если тебя это не напрягает. Ничуть. Твоего питомца я выгуляла и накормила. Спасибо, ты не обязана с ним возиться. Ой, да брось, он такой няшный, я с удовольствием. Кстати, тебе смс-ка приходила. Мия достала смартфон и прочитала сообщение. Оно было от Виктора. В полночь во вкусе будет суд. Приезжай, твое мнение может повлиять. Ты выглядишь очень удивленной. Ммм, да, тот парень продолжает удивлять. Только не говори, что поедешь к нему на ночь глядя. Три точки, ответила Мия. Понятно. Осторожней там. О, в этом будь уверена. Эй, перна, ты лети ко мне. Твоя хозяйка бросает нас одних. Я не его хозяйка, так, временный опекун. Во, ты слышал. Только я тебя люблю. А плохая Мия даже имя тебе не дает. Мне надо собираться. Вампирам интересно мое мнение. Думаю, это надо воспринимать как знак уважения ко мне. В таком случае опаздывать нельзя. Надо решить, как одеться. И волосы в порядок привести. Подожди, я тебе нормальные волосы убрала. Че ты бухтишь? Длинные стильные волосы... А-а-а... О-о-о... Черные, короткие, не... А-а-а... Не... Такие... Слушай, а может с такими пойдем? А еще нет. Черные, короткие не хочу. Давай такие возьмем. Почему брюнетка? Я же тебя розовой делала, красавица моя. С чего вдруг ты стала брюнеткой? Когда ты волосы покрасила? Ого, решила поменять стиль? Тебе идет. Этот твой парень будет поражен в самое сердце. Он не мой парень. Поглаживая перифилина, Триша улыбнулась. Ни парня, у тебя ни питомца. Надо что-то менять. У-ху. Все, я уехала. Подхватив сумочку, Мия вышла из комнаты. Ммм, какая романтика была. У-у-у... Подходя к ночному клубу вампиров, Мия увидела автомобиль. К которому шли две девушки. Одна двигалась как-то неуверенно, будто во сне. О-ху-ху. Что это с ней? Вторая слегка подталкивала спутницу к спину. А, все понятно. Мия показала, что сонная посмотрела на нее с мольбой во взгляде. Она явно не хотела идти, но шла. Еще пара шагов, и они сядут в машину. Мия уже догадывалась, что происходит, но пройти мимо не могла. Эй, у вас все нормально? А, что? Я не помню. Три точки, сказала незнакомка. Где я? Кто вы такая? Она попятилась от машины. Вернись. Голос прозвучал ласта, но девушка развернулась и поспешила прочь. Поначалу ноги слушались ее плохо, но через несколько метров она уже почти бежала. Когда несостоявшаяся жертва скрылась за углом, дверь машины открылась. Вот блин. Агата, у тебя все еще слабый гипноз. Это нехорошо, как видишь. Прошу прощения. Мия решила, что нужно уходить, и чем скорее, тем лучше. Однако не смогла пошевелиться. Князь смотрел ей в глаза. Ничего приятного во взгляде не было, но оторваться от него было невозможно. Развивай его, Агата. Починение воле человека – полезный навык для вампира. Продолжая смотреть на Мию, к ней стал приближаться. Одна девочка решила спасти другую. Очень благородно. Но очень глупо. Он замер в нескольких метрах, все вокруг, кроме его лица, словно затянуло в туман. Мия слегка мутила. Тело было ватным и непослушным. Чужим. Хотелось упасть в обморок, но не получилось. Подойди. Нет, 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 не хочу, не пойду, нет, нет, нет. Мия сделала шаг, шатнулась еще шаг. Ближе. Опачки. Его голос звучал будто из-под воды. Вокруг стало темно. Остались лишь горящие глаза на бледном лице вампира. Тебе придется заменить ту, сбежавшую. Видишь ли, девочка, я собрался ужинать. А менять свои планы совершенно не привык. Вот это да. Ну я так понимаю, нас сейчас кто-то должен спасти. Значит, у нас серия закончена, и, кстати, мы стойкость начали прокачивать. Мне в комментариях подсказывали, что надо что-то одно лучше прокачивать, либо дипломатию, либо стойкость. Ну, ничего страшного, потихонечку прокачиваем стойкость, мне кажется, мы такой будем боевой девчонкой. Давай нажмем продолжить, и посмотрим, что нас будет ждать дальше. Так, серия восьмая. Мия посещает судно от Билли, принимает важные решения, касающие отношения с Виктором и Саймоном, а потом ее настигает судьба. Я уже про Саймона даже успела забыть, что у нас такой вот товарищ был. Ну что, сегодняшняя серия была, конечно, ого-гошеньки. Мало того, что у нас была драка у Виктора, так еще и у нас и с Тришей там какой-то намеревается романтик, романтик, романтик с нашей подружкой. В любом случае, восьмая серия не за горами, поэтому обязательно поддержи этот ролик лайком, подписывайся на канал, на колокольчик жамяка, и увидимся очень скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok